История Беларуси. Билеты. Билет. 12-й. Объединение Великого Княжества Литовского и Польши в составе Речи Посполитой. Причина, условия, итоги Люблинской унии. Статут ВКЛ 1588 года. Новое государство под названием Речь Посполитая, что в переводе с польского означает «общее дело», то же, что и республика представляла собой ССВКЛ и Польского Королевства. Он был создан 1 июля 1569 года в результате Люблинской унии и просуществовал до конца XVIII века. Причины объединения ВКЛ и Польши в составе Речи Посполитой были следующими. Тяжелое внешнеполитическое положение ВКЛ в связи с Ливонской войной 1558-1583 годов, который вел за выход в Балтийскому морю московский царь Иван IV. Он считал Беррусские земли своей вотчиной и стремился вернуть их в состав московского государства. Стремление господствующего сословия ВКЛ «Шляхты мелких и средних феодалов» к приобретению шляхетских вольностей, которыми обладало шляхетское сословие в самой Польше, что позволяло ей активно участвовать в политике, обеспечивало право на протест, свободу голоса, неприкосновенности, личности и владений по месте. Желание польской шляхты подчинить ВКЛ в качестве богатого предатка Польши, получая для себя новые земли и должности. Расчет верхушки католической церкви через Польшу, где господствующее положение занимало католичество, расширить влияние католицизма на белорусские земли. Условия объединения Польши и ВКЛ были выработаны на Люблинском семье, который состоялся в 1569 году и длился 6 месяцев. Польская сторона стремилась к инкорпорации, включению присоединения ВКЛ в состав Польши, короной опираясь на католических феодалов и католическую церковь. Делегация ВКЛ во главе с канцлером ВКЛ Николаем Радивиллом Рыжим выступала за заключение равноправного союза с Польшей. Польской стороне на семье удалось добиться от Сигизмута 2 августа значительных территориальных уступков. ВКЛ было вынуждено принять многие из польских условий объединения двух государств. Высшим общим органом власти становился сейм, который мог собираться только на территории Польши. Отдельные сеймы как для Польши, так и для ВКЛ не предусматривались. Глава союза государств, в котором могли избирать феодалы Польши, ВКЛ также был общим. Так, король Ижечь Посполитой Стефан Баторий был признан шляхтой ВКЛ также и своим великим князем. Отдельные ВКЛ и Польши по условиям Люблинской унии сохранялись административный аппарат государственной должности законодательства, предоставляемые ВКЛ статутами судебной организации, при которой высшим судебным органом ВКЛ являлся с 1581 года главный трибунал ВКЛ войска, основой которого в 16 веке в ВКЛ являлось посполитое рушение, всеобщее ополчение, состоявшее из шляхты и солдат. Желнеров, военнообязанных мужчин, которых выставлял от своих земельных владений каждый шляхтич. Титул, то есть официальное призывание государств при существовании общего названия «Речь Посполитая», печать с символом государства, ВКЛ изображение погони в Польше, изображение орла, язык официального тела производства, старый белорусский ВКЛ, польский и латынь в Польше. Таким образом, ВКЛ вместе с Польшей создали общую «Речь Посполитой», такое объединение двух соседних государств, называется «Федерация государств, состоящая из самостоятельных государственных образований, объединенных на определенных условиях в одну страну». Итоги Люблинской унии обусловили политическое положение ВКЛ в составе «Речь Посполитой». Ряд богатейших земель были включены в состав Польши, из-за чего территория ВКЛ существенно уменьшилась. Итоги Люблинской унии вызвали недовольство большей части магната ВКЛ, которым нужно было делить политическую власть с поляками. К тому же, согласно унии, польская шляхта имела право получать земельное владение в пределах ВКЛ, а шляхта ВКЛ практически утратила свое право в районах, присоединенных к польскому королевству. Итоги Люблинской унии проявились в полонизации ополячивания шляхты ВКЛ через приобщение ее к польским шляхетским вольностям. В 1697 году было принято постановление о уравнении прав, в соответствии с которым шляхта ВКЛ полностью уравнилась в правах с польской. В шляхте ВКЛ, как и польской, было дано право полного контроля за деятельностью короля, что значительно ограничило его власть и давало шляхте возможность не подчиняться ему. Шляхта ВКЛ приняла польский язык и польскую культуру постепенно перешла в католичество. Таким образом, к концу XVII века сформировалось единое сословие в Речи Посполитой народ шляхетский. Все официальное дело производства в Речи Посполитой в 1697 году было переведено на польский язык, который приобрел статус государственного. Приятие третьего статута ВКЛ 1588 года стало воплощением антипольских настроений и борьбы за сохранение самостоятельности ВКЛ. Статут был подготовлен при участии канцлера ВКЛ Астафия Воловича и подканцлера Льва Сапеги. Он игнорировал акт Любинской унии, закреплял и юридически оформлял независимость княжества. Статут обязывал правительство вернуть отторгнутые от княжества земли, запрещал назначать на государственные должности ВКЛ и наделять землю чужеземцев и заграничников, в том числе и поляков. Лев Сапега на свои средства издал третий статут ВКЛ. Во вступлении к нему он сформулировал идею правового государства. Она заключалась в том, что все государственные органы и служебные лица должны действовать согласно закону, а все люди, независимо от сословия, которым они принадлежат, провозглашаются равными перед законом. Однако в условиях общества того времени статут защищал интересы феодалов и окончательно закрепостил крестьянство. Массовая борьба белорусского народа против немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Создание партизанских отрядов. Уже на пятый день войны в Пинском районе был сформулирован партизанский отряд, который возглавлял Корж. В июле 1941 года рабочие картонные фабрики в поселке Пудать Суражского района организовали партизанский отряд под руководством директора Шмырева партизанский псевдоним Батька Минай. Германские оккупанты захватили в качестве заложников четверых детей Батьки Минай, потребовали, чтобы он остался в плен в обмену спасения детей. Старшая дочь сумела тайно передать записку из тюремного застенка, в которой просила отца не верить врагам. Решение Батьки Минай было нелегким и непростым. За свой патриотический выбор он заплатил жизни детей, которых расстреляли. В середине 1942 года партизанское движение приняло такие масштабы, что возникла необходимость создания единого кардинационного центра. 30 мая 1942 года Государственный комитет обороны принял решение о создании представки Верховного главнокомандования Центрального штаба партизанского движения. Его возглавил первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Большевиков в Беларуси Пономаренко. В сентябре 1942 года был создан белорусский штаб партизанского движения. С весны 1942 года появился новый вид партизанских формирований бригады. Они создавались на основе объединения отдельных партизанских отрядов. Комиссаром одной из бригад стал Машером. Будучи учителем физики и математики перед войной, он создал, возглавил Рассонское антифашистское подполье, был командиром партизанского отряда и комиссаром партизанской бригады. Возглавлял Вилейский подпольный областной комитет комсомолов. В 26 лет стал героем Советского Союза. В партизанской бригаде рядом со взрослыми сражались подростки. Примером для пионеров всей Советской страны стал подвиг 14-летнего Марата Козея, юного разведчика партизанской бригады, действовавшего в Минской области. Он подорвал с себя гранаты, когда оказался в окружении врага. Посмертно был достоин звания Героя Советского Союза. В конце 1943 года партизанам удалось освободить и контролировать значительную часть Беларуси. Около 60% оккупированной территории здесь создавались партизанские зоны. Ушатская в Витебской области, Борисовская в Минской области, Кличевская в Могилевской области и другие. Тут была восстановлена советская власть, шла подготовка к боевым операциям. Размещались аэродромы, принимавшие самолеты с большой земли. Крестьяне обрабатывали и засевали землю, работали в школах и библиотеках. Партизаны установили постоянный контроль за движениями поездов на важнейших железнодорожных магистралях. Брест, Комель, Минск, Орша, Минск, Бруйск, Полоск, Витебск. Развернулась так называемая рельсовая война акция. Партизан по массовому разрушению железных дорог с целью дезорганизации немецких военных перевозок. Одной из самых крупных диверсий стал подрыв подпольщиками вражеских эшелонов на железнодорожной станции Осиповича в июле 1943 года. Комсомолец Крылович подложил магнитные мины под поезд с горючим. В результате взрыва были полностью уничтожены 4 эшелона, в том числе тот, который перевозил новый немецкий танк Китигр. В апреле 1944 года совершил подвиг 17-летний Койшик. В ходе очередной операции партизан не удалось заминировать рельсы. Тогда юный подрывник бросился с мины под эшелон с танками, пушками и живой силой врага. Антифашистская патриотическая организация. Диверсионную деятельность на крупном железнодорожном узле Орша развернул бывший начальник паровозного депо заслонов. Его люди начали делать мины, внешне похожие на куски угля, которые через угольные склады подбрасывали в паровозные топки. Таким образом заслоновцы вывели из строя более 200 паровозов и осуществляли около 100 крупнейших поездов. Подборщики Минска добывали оружие и боеприпасы, спасали людей из-за лагерей смерти. Распространяли листовки, организовывали побеги военнопленных, совершали диверсии на предприятиях. Помощь патриотам оказывал профессор Клумов, который работал в одной из больниц Минска. Он передавал медикаменты, способствовал оборудованию полевых госпиталей. Гитлеровцы предлагали профессору сотрудничать с ними, однако он отказался, погиб в машине душегубки, внутрь которой была вывезена труба с выхлопными газами. В 1943 году минские подпольщики совместно с партизанами осуществили операцию по уничтожению генерального комиссара Гауляйтера Беларуси Кубе. Подложив ему в постель мину, немецко-фашистские оккупанты окрестили Минск стреляющим городом. Массовое сопротивление мирного населения против захватчиков ввело борьбу и гражданское население оккупированной территории. Мирные жители оказывали помощь партизанам, обеспечивали их одеждой, продуктами и медикаментами, заботились о раненых, собирали, ремонтировали и передавали в отряды оружие и боеприпасы, строили оборонительные укрепления и аэродромы, выполняли роль связных разведчиков-проводников. Так, например, в партизанском движении в качестве связного принял участие 99-летний дед Толаж. Бессмертный подвиг совершили жители Полеска деревни на вины, теперь Солигорский район. Пожилые уже люди, братья Михаил и Иван Суба. Каратели, ворвавшись с деревни, схватили братьев, приказали им показать дорогу в партизанский лагерь. Михаил сразу отказался, тут же на глазах брата был застрелен, 80-летний Иван Сальфол фашистов в гибельную трясину. Анализ содержания исторического документа. Определение особенностей общественно-политической жизни в БССР через ознакомление с выдержкой из доклада первого секретаря ЦК КПБ Машерва, посвященного итогам всенародного обсуждения проекта Конституции БССР в 1978 году. Рабочие колхозники, интеллигенции, республики, все свои помыслы и стремления связывают с мудростью и деятельностью родной коммунистической партии, созидательной силой ее внутренней и внешней политики. Коммунисты, весь белорусский народ с особым удовлетворением восприняли положение новой Конституции БССР о том, что руководящий и направляющий силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является КПССР. Особенностью общественно-политической жизни БССР являлось существование однопартийной политической системы. В соответствии со статьей 6 Конституции БССР 1978 года, Коммунистическая партия Беларуси провозглашалась руководящей и направляющей силой в обществе и ядром политической системы. Таким образом, происходило огосударственное КПБ и ее полным контролем над всеми сферами жизни общества. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр и напоминаю, что вы были на канале AnombleWish, я себя очень плохо чувствую и снимаю это видео в 23.14. Ребят, мне его сейчас надо будет еще монтировать, выкладывать, потому что вы его увидите буквально завтра. Всех люблю, целую, буду очень благодарна, если вы меня поддержите. Вы не представляете, насколько плохо я себя чувствую, насколько сильно я хочу лечь спать, но я надеюсь, что вы ждете это видео, я не в холсту, стараюсь. Всех люблю, целую, всем хорошего настроения, всем спокойной ночи.